Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Меня зовут Алина, парня ещё нет, мне скоро 19. Дело в том, что мне никакие парни не нравились, я не хотел о себе парня, но я влюбилась случайно. У меня случилось горе в 21 году, какое неважно. Сейчас 22 год, неважно, это пишет сам автор в скобочках. А я его до сих пор не могу забыть. Горе, горе, мисс, ввиду. Я влюбилась в одного полицейского, до сих пор вспоминаю тот вечер, как он меня допрашивал, смотрел на меня, это вроде называют любовь первого взгляда. Я ещё живу с подругой, она живёт с парнем, я всё время слышу, как они смеются, понимаю, что хочу так же. Я всё время одна, друзей нет. Ну, вы пишете, что живёт с подругой, значит, как минимум, подруга уже... Факт наличия подруги уже обозначает, что вы не одна. Как только я с мальчиками знакомлюсь, через время они исчезают из моей жизни и не общаются. Как на эти парни. Ещё дело в том, что я не крашу, стеснительный, как мои одногласники и друзья говорят. Некрасиво. Что делать? Надеюсь, всё хорошо. Объясню. Ну, смотрите. В первую очередь, здесь у вас идёт страх. Близости, то есть страх сближения. Вы боитесь сближаться по ряду причин. На мой взгляд, вы обладаете чувством стыда. То есть не принятие себя у вас имеет место быть. А запрос на реализацию, то есть запрос на проявление, скажем так, себя. У вас выражается вот в виде того, что вы хотите влюбиться. То есть любовь это вот в данном случае ваше влюбление. У нас это напоминает такую вот проекцию, так скажем, на другого человека. В контексте именно важной потребности себя проявить. Вот. И, конечно, дело здесь не в том, как найти себе парня, а как-то свободнее. Обращайте в глаза то, что вы относитесь к парням как к мальчикам, то есть как-то вот, ну, обесцениваете как будто их. Вот. И, соответственно, здесь важно вот изменить отношение к себе и изменить отношение к мужчинам. Да, то есть это все-таки уже не мальчики, да, а мужчины и, ну, личности. Вот. Также важно поисследовать вашу потребностную сферу для того, чтобы выявить и определить, чего вы хотите, да, и как-то вот наладить процесс реализации этого, чтобы это не было связано с, обязательно, например, человеком. Потому что так вы становитесь склонны к созависимости, к эмоциональной зависимости от мужчин. Вот. А горе, о котором вы пишете, является травмой. Травму, эээ, травму вам необходимо прожить там, куда вы сами пишете. Если я правильно понял, то не можете его забыть еще, горе. И это нормально. Вот. Травму необходимо прожить. Я не буду говорить об обстоятельствах того, как вы влюбились в мужчину, как пишете. На мой взгляд, здесь потребность защищенности, потребность поддержки у вас есть, что тоже связано с личными границами, не выстроенными, не выстроенными личными границами, вот. Все это корректируется при, эээ, ну, при желании. И, в общем-то, вы можете полностью раскрыться, раскрыться как личность, как женщина, да. То есть, вне контекста. Вне контекста. Вне контекста поиском мужчин. Вот. Ваш вопрос, на мой взгляд, некорректно поставлен. Если отвечать на него узко, то я бы сказал, что, чтобы найти вам парня, вам необходимо определиться с моделью женского поведения. Определиться с моделью женского поведения, вы найдете в себе мужчину, который вам подходит по гендерному взаимодействию. Хочется только отметить, что выстраивание отношений на гендерных основаниях, на единственных гендерных основаниях, то есть, когда они являются единственным основанием для отношений, является искусственным свяжением ценности личности человека и сведением его к одной роли, что не является хорошо для отношений. Потому что это развивает компенсационные механизмы. Компенсаторные механизмы. То есть, это изначально создает благополучную среду для деструктивных и дисфункциональных тенденций во взаимодействиях, в коммуникациях и в восприятии себя и партнера. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи!